Особое мнение на 101FM Товар, деньги, товар Начать, Николай, я предлагаю с аномальной погодной ситуации на улицах города И сразу же я вас спрошу, а можно считать аномальный гололед, лужи, завалы снежные зимой в Кирове или нет? Дело в том, что когда говорят про аномальную ситуацию, вероятнее всего имеет понятие условно называемый ледяной дождь Но дело в том, что если там 6 лет назад, когда он первый раз с нами познакомился или мы с ним познакомились, неважно Это можно было назвать некой аномалией, то с тех пор он происходит регулярно И даже в этом году, по-моему, это уже не первый случай, дай бог с ней третий, не помню точно, потому что немножко все это смывается Поэтому какой-то особой аномалией в том, что, извините, снизу лёта сверху дождь я уже не вижу, к этому пора привыкнуть, к этому нужно быть готовым А почему дорожники не готовы? Это вопрос, ведь он связан не только, извини, с ледяным дождём, это старая расхожая фраза, но то, что зима наступает неожиданно, она применима до сих пор Подкралась незаметно Подкралась незаметно, да, пришла в декабре Это, к сожалению, общее место, и вот то, что сейчас мы видим на дорогах, это уже не следствие ледяного дождя А что это? Потому что на дорогах по-прежнему лёд Нет, на дорогах-то всё нормально как раз, более-менее На тротуарах, я же пешеход, слушай, я пешеход, я хожу, причём я говорю, я прохожу в день порядка 12 километров, это минимум, да И хожу всё-таки по более-менее таким центральным улицам Вот вы сегодня как ситуацию оцениваете? Хорошо, ледяной дождь у нас был позавчера, в понедельник, сегодня вы как оцениваете ситуацию? Кошмар, на улицах кошмар, я с утра шёл со скоростью черепахи, потому что начали бы покалечиться, я шёл, причём говорю ещё, я шёл, у меня длинный такой маршрут, трёхкилометровая большая часть по улице Ленина Потом, когда я сворачиваю... Центральная улица? Да, центральная улица города, то есть я шёл там в половину восьмого, там была реальная катушка почти везде Да, я должен признать, вот есть сообщение такое городской администрации прошло, да, что там обратили особое внимание на лестницы Лестницы почищены, ну что интересно, подойти к лестницам? А, то есть только подползти можно, или подъехать? Либо подъехать, да, либо вот так вот идёшь, идёшь, и потом уже так нацелился глазами на поручень, чтобы точно его поймать До спасительного объекта добраться Да, то есть он зафиксировался на этом поручне, и потом спокойно спускаешься по очищенной лестнице И вот я тебе скажу, что вот я вчера за вечер, это 6 километров пройдено сегодня с утра, и сейчас дорога сюда, то есть 12 километров последний Я видел ровно двух людей, которые пытались что-либо сделать, но это оба человека были не дворники, это были работники организации, которые очищали входную группу у своих контор Ага Вот, больше, извините, я никого не... На улицах вы никого не видите? Вот непосредственно на пешеходной дорожке никого нет? Нет, 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 нет На протяжении 12 километров? Ну вот последнее, условно говоря, я вчера вышел с работы в 7 часов вечера, и сегодня я вот пришёл в эфир к часу дня Вот за это время людей, которых можно было бы назвать дворниками, либо людей на какой-то спецтехнике, вот здесь по центральной части города я не встречал Я не знаю, может, я просто по другой улице шёл Может, они ночью работали? Может быть, может быть Тут я ничего сказать не могу, но вот опять же, если брать то же сообщение, как там было сказано, вышло, выпустили максимум 100 человек 100 человек, при том, что необходимо 400 Необходимо 400, это в нормальных условиях, когда не происходит никаких экстремальных ситуаций Раз уж мы считаем ледяной дождь некой экстремальной ситуацией Аномалии, да Аномалии, да То 400 человек с ним, безусловно, не справятся Кроме того, у нас ведь в последнее время вот работа дворника, к сожалению, она спряталась куда-то, очень стала непрестижной и непонятной То есть дворниками устраиваются, как правило, по совместительству, исходя из того, что я с утра пару часиков там помашу, получу там свои 5 копеек Но это мы сейчас говорим про дворников, которые работают вокруг домов, те, которые при управляющей компании Или вы имеете в виду всех? Я вообще дворников, раз ты говоришь, они, наверное, ночью работают, я думаю, что они работают день ранним утром и после этого тоже идут на своё основное место работы, потому что оплата невысокая Подрабатывают А тем не менее, как бы вот два часа работы для дворника, это смех Дворник вообще человек, который должен работать, пока не выполнит всю поставленную перед ним природой задачу То есть день у него рабочий ненормированный Соответственно, оплата должна быть высокой Да, он может три дня не работать, но он потом может три дня работать круглосуточно Вот в чём дело А вот сейчас мы, Николай, тогда упираемся в бюджет, да Который на все эти, не знаю, мероприятия должен отводиться Город может себе позволить держать запасных людей, что называется? Нет, эти люди не запасные А что это за люди-то-то? Эти люди работающие А где? Просто я говорю, что объём в данный момент То есть они три дня не работают? Нет, подождите А я говорю, они могут три дня не работать, если вдруг не дул ветерок, не падали листики Экстремальная ситуация зимой, допустим, я понимаю, что будут делать 400 человек, каждому из которых бюджет платит зарплату Экстремальной ситуации нет Снежок выпал раз в неделю, морозец лёгкий, там, 5-10 градусов Эти 400 человек выходят с утреца, убирают тот снежок, который выпал А если не выпал? Вот смотри, Ань, вот откуда сейчас на улицах лужи? Дождь не идёт Это лужи от неубранного снега Который тает Который тает, соответственно, верно, плюсовая температура Снег этот не убрали кто? Не убрали те самые люди, которые называются лужники Которых не хватает? Которых нет То есть, когда эти 400 человек есть, то, соответственно, качество уборки города, да, оно становится более глубоким, если так можно выразиться То есть, снег не просто сгребается по сторонам и потом вот начинает устраивать то, что он устраивает сейчас Я говорю, это уже не ледяной дождь, это уже вторичное, третичное явление Он струйками течёт с проходных улиц, где вообще его не прибирали никогда И, извини за выражение, ещё в воскресенье я там шёл по тротуарам, как по сугробам, да, вот это сейчас всё стекает вниз У нас город довольно-таки холмистый, поэтому всё течение происходит Вот, и эти люди, да, я имел в виду не то, что ты имеешь в виду Я имею в виду, что, может быть, пару летних дней они дадут себе отдых Ага А когда у нас осень, у нас весна, у нас зима Зимой им всегда есть что поделать И осенью есть что поделать, и летом есть что поделать Потому что летом постоянно идут дожди, несёт какую-то грязь, всё это надо смывать, сметать, скулёмкивать и так далее Работы у них хватит, но они должны работать полный день, получать достойную зарплату Понимаешь? А денег-то, Николай, нет в бюджете Ни в одном городе земли не поручают какую-то работу по благоустройству города какой-то сторонней организации Это всегда муниципальные дворники Возьми Берлин, возьми Адис-Абебу, блин Подождите, у нас же ГДМС на контракт Так у нас ГДМС на контракте, а в ГДМС такая штука очень классная Это муп? Это не муп? По-моему, АО уже Да? Даже если бы он был мупом Ну подождите, это же при городе конторы У нас с ГДМС отношений никаких нет у жителей города У жителей города нет Они с нами, никакие отношения не вступают, они нам ничем не обязаны Понимаешь? Нам обязана администрация Администрация, ее обязанности входят в приведение города в порядок Соответственно, когда появляется Чиновники пойдут, что ли? Нет, это их обязанность организовать Нанять людей, чтобы они это делали То есть в администрации должны быть 400 штатных ставок дворников? Я полагаю, что в муниципалитете должны быть 400 штатных ставок дворников Это одна из главных задач муниципалитета Лучше пусть будет меньше чиновников, больше дворников, больше толку Понимаешь? Вот что я имею ввиду Потому что когда в дело вступают сторонние организации, вот тот же ГДМС Они, я ничего не говорю, они, наверное, хорошо работают Я не знаю об этом, я, видимо, спал в это время, когда они работали Но они передо мной ни за что не отвечают Они мне ничего не должны Я им налоги не плачу Перед городом отвечают по контракту? Перед кем-то А город, в свою очередь, понимаешь? Должен отвечать перед вами, да Он почему-то кивает на какого-то Ивана Петровича Которому сделали строгий выговор Во-вторых, ты говоришь насчет затрат Понимаешь, вот если быть немножко циничным таким, да Ведь можно сказать, что, ну хорошо, гололед Да, город ничего с этим не делает, экономит деньги, да Люди падают Люди, сколько там, по сто человек в день? Сто с лишним человек было в понедельник в травматологии, да Но ведь людей лечат-то ведь не за счет городского бюджета Фонд обязательного медицинского страхования покрывает это, да Совершенно верно, то есть падают они на муниципальных дорогах, оплачивают все это Федеральный фонд Город уж хорошо, понимаешь Он экономит средства, людей лечит Федеральный фонд Если опять гололед на дороге пришел, да, машинки начали биться Еще, простите за цинизм, медицинские учреждения заработают на этом? Безусловно, потому что они получают с каждого обратившегося Это не цинизм, это факт получается, да И то есть, собственно говоря, интересанта в том, чтобы прекратить это человека падение на улицах, я не вижу Это заговор? Это не заговор, это просто обычное наше отношение к решению каких-то ситуаций И когда, вот я не знаю, конечно, я очень уважаю Олега Ткачева, да, но вот когда Олег Ткачев начинает... Да, надо, подождите, надо слушателям посетить, что было, да Я процитирую просто, ну, понятно, что в социальных сетях вся эта понедельничная ситуация обсуждалась Довольно жарко и горячо И Олег Ткачев, один из наших экспертов тоже, да, руководитель Центра поддержки НКО Высказался следующим образом Я понимаю, что мерзко и неприятно смотреть на улицу, да, но не совсем понимаю, что могла сделать администрация полумиллионного города со всем этим Отменить дождь и включить температуру, при которой дождь не будет моментально замерзать на тротуаре И в течение пяти минут выгнать всех дворников и обработать каждый квадратный сантиметр И делать так вторые, третьи сутки через каждые три минуты Непонятно, что делать Идет природная мини-катастрофа Людям надо быть осторожнее и добрее друг к другу Пока сверху льет, а снизу мерзнет Администрации без волшебной палочки Хоть убьется и всех нас убьет, но ничего не сделает Вот так написал Олег, да Надо сделать перерыв, говорит нам звукорежиссер Отлично, сейчас 20 секунд и мы вернемся Особое мнение на 101FM Николай Голиков в нашей студии Сегодня он выступает в своей второй ипостасе Как главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» И как наш эксперт программы «Особые мнения» Продолжаем про погоду Да, мы продолжаем про погоду Вернемся к Олегу Ткачеву Еще раз говорю, что я с большим уважением отношусь к Олегу и к его мнению Но вот когда речь идет о том, что наступила некая беда на город Давайте все сплотимся, будем добрее друг к другу Понимаете, вот как вам сказать Беда Вот беда Это беда, с этим спорить нельзя Но то, что это беда общая И всем нам нужно дружно прийти друг к другу на помощь Я с этим категорически не согласен Потому что дружба предполагает взаимность То есть мы можем терпеливо снести все эти вещи Не ругать нашу администрацию Понять и простить Понять и простить Но в таком случае, где же наша городминистрация, когда нет общей беды? Почему она нас не понимает и не прощает? Сейчас очень много говорят Да, вот у нас тут работает бизнес Он мог бы эти тротуары почистить Да, он мог бы пойти на встречу администрации И почистить муниципальную территорию Хотя это не входит в его обязанность ни в коем образом Но это опять же должен быть процесс встречный Но если при этом муниципалитет говорит ему Все, с следующего года твоего ларька здесь больше нет Мы изменили схему НТО То какая может быть дружба, понимаешь? Помогать можно людям, которые в этом нуждаются Помогать людям с окладами в 100 тысяч рублей Это смешно Это несправедливо Вот что я хочу сказать Олегу, если он эту программу слушает То есть есть администрация, у нее есть обязанности Да, каждые 3 минуты, если это необходимо Так людей-то нет А почему их нет? Потому что их никто на работу не принимает Потому что денег на них нет А почему денег нет? А потому что бюджет дефицитный Бюджет, кстати, не особо дефицитный Дефицит бюджета минимален городского 500 миллионов Ничего себе Ну, господи, при общей сумме там в 12 миллиардов Да, как бы 500 миллионов И плюс по итогам года все равно этот дефицит закрывается За счет различных там заимстваний и так далее А то, что у нас и налогоплательщики из города разбежались Это к той же теме Почему они разбежались? Потому что они не нашли здесь взаимности Потому что власти не любят бизнес Да, потому что власти любят бизнес Только, да, когда властям что-то нужно Получается, у нас ситуация, как это вот Да, сегодня мы пьем твое, да? А когда оно кончится, пьем каждый свое Вот здесь то же самое, ребят, давайте все вместе выйдем там Давайте все поможем городу А потом, когда мы городу поможем, город говорит Ну все, спасибо, до свидания Мы вам не поможем Мы вам ни в чем не поможем Более того, мы им еще сделаем нечем есть И вот эта ситуация, она как бы совершенно неправильная И если ее не изменить, то помощи от бизнеса город никогда не получит А от горожан тоже И никому не объяснить, почему эта беда общая Потому что есть организации, которые от города получают деньги За содержание дорожной сети В том числе за содержание тротуаров И они должны деньги отрабатывать И они должны добиваться результата Понимаешь, когда они идут, это бизнес Он идет на этот контракт Он должен понимать, что есть риск Что он может заработать в этом году А может и не заработать Но объем работы он должен выполнить Это рискованное дело, бизнес вообще А у нас же привыкли так, что мы должны отработать С такой-то рентабельностью Прибыль-то она уже заложена И они эту прибыль на дороге не пустят Они ее получат А то, что останется, вот вам посыплем Там два кусочка улицы песочком Выпустим, сколько там, 80 дворников Неизвестно только куда Такие, знаешь, виртуальные 100 плюс 15 еще дополнительно По случаю, как сказали, такой ситуации То есть, дело в том, что вот этой работы Ее как не было, так и нет Системы работы с городской средой По-прежнему нет Мы каждый год, даже когда не ледяно дождей Мы сталкиваемся с одним и тем же Зима пришла неожиданно, да Зима пришла неожиданно Вот что я могу резюмировать Потом большой ливень пришел неожиданно Главное, что чего уж неожиданного Не знаю, вот я смотрю на погодный сайт Там норвежский, да Вот они говорят, что, кстати, завтра Вот я еще не знаю пока Вполне возможно, снова будет дождик Потому что сейчас к вечеру подморозит С утра утепель небольшая обещается Завтра опять покатимся, значит Покатимся мы по-любому Обрати внимание, сегодня мы катимся без всякого дождя Плюс огромные лужи, которые показывают Прекрасно, как была уложена тротуарная плитка наша великая То есть, когда вот она просто летом лежит Когда летом лежит, вроде нормально, хорошо Зимой снежком припорошил, нормально, хорошо Вот когда лужится, вот и ты понимаешь Что вот этот, во-первых, такой показатель Как ровность укладки Видимо, при приемке сдачи не работает В общем, с уровнем туда подходить бесполезно Бесполезно, потому что этот уровень У меня ботинки хоть отжимают Николай, в таком случае вопрос сразу же второй Мы, собственно, вчера утром получили эту новость Ушел очередной главный кировский дорожник Как его называют Сейчас это Управление дорожной и парковой инфраструктуры УДПИ Да, УДПИ И покинул его, соответственно, Евгений Лунев Евгений Лунев в этой должности не проработал и года Назначен он был в марте 2019 года До Евгения Лунева этот пост занимал Альберт Гутнов Был он в нашей студии как раз в тот момент, когда ушел Не был согласен с оценкой Ильи Шульгина Который, как я понимаю, сказал, что не справился Альберт Гутнов До Альберта Гутнова был Андрей Менькин Андрей Менькин вообще персонаж интересный Да, тоже бывал в этой студии, совершенно верно И все это вот на протяжении буквально трех лет последних Что происходит? Что происходит? Это очень требовательный Илья Вячеславович Шульгин Это люди, которые приезжают сюда на вахту с конкретной задачей Они приезжают тогда, когда в город бросаются деньги Речь идет о ремонте дорог Программу ОБКД вы имеете в виду? Ну, как бы она ни называлась Федеральные деньги, большое федеральное финансирование Федеральные деньги, да, неожиданно в город приходят деньги Нужен специалист по освоению Подождите, что значит по освоению? Подождите, нужен специалист, который их грамотно распределит А это и называется освоение Слово освоить и не понимаю его буквально Не знаю, я почему-то всегда слово освоить воспринимаю Как слово такое, с немножко негативной какой-то коннотацией А вы имеете в виду нейтральную, да? Я имею в виду нейтральную, но в принципе и против негативной тоже особо ничего не имею Скажем так, пусть я буду говорить двусмысленно То есть приезжает человек просто на вахту Да, ну вот как говорят В таком-то поселке нашли нефть, нужно прийти ее выкачать и уехать Да, ну ты специалист и умеешь В каком-то поселке, да, вот в какой-то город поступили деньги Там миллиард, два миллиарда, не суть Надо прийти, эти деньги освоить, чтобы они были освоены То есть должна провести, проведена быть какая-то работа В том числе там аукционная, прочее, прочее Дальше должны быть показаны результаты Определенные, да, организации должны в этих конкурсах победить Мы обычно понимаем уже, кто и когда, где победит Это знаешь, вот как интересно Даже вот, даже не похоже на какие-то ставки спортивные Да, там хотя бы там, когда играет фаворит соусайдерам Всегда есть шанс, что вдруг Здесь никакого влога никогда не происходит Да, здесь вот просто приходят нам гости в студию И говорят, в этот конкурс победит, там победит В этом тот, в этом тот Через два месяца будет победитель такой Да, и да, никто ставок не делает Потому что это уже банальность, это сбывается Вот, после того, как вот продолжается, заканчивается этот период, да Принятой работы Человеку надо уезжать Потому что весной все это поплывет И весной будет много вопросов Как принимали, да зачем принимали, да почему Зиму принимали По весне, что у нас вместе со снегом дороги тоже уходят Подождите, я-то думала, что тут ситуация немножко по-другому складывается Мне-то казалось, что это Просто зимой работать не любят Да, как с дворниками, которые, знаете, есть люди Которые летом устраиваются работать дворниками Летом же не так много работы, правда? Когда наступает зима, вот самое тяжелое время Они, собственно говоря, так тихонечко увольняются Да нет, просто зимой особо осваивать нечего Вот в чем дело Там никто из федерального бюджета таких денег не кидает И делать этим людям нечего Люди эти все сторонние, они все не местные Они приехали, они уехали, они выполнили свою работу А сугробы разгребать не хотят Субботу разгребать Это как бы, ну, неинтересно, это не их работа, понимаешь Они в следующем году поедут в какой-то другой город Они регулярно смотрят потом в каком-нибудь городе Тюмени Ой, бог с вами знакомое лицо Ой, слушайте, надо посмотреть Я почему-то никогда не задумывалась, куда эти люди деваются Это довольно-таки кочующие братья У которых есть определенная профессия Они как бы известны Кто-то из них свободен, он приедет, все это сделает То есть вы думаете, что это связано прежде всего с тем, что выплывут какие-то косяки летних дорожных ремонтов Да, через зиму И поэтому люди, собственно говоря, уходят Ну зачем здесь быть при этом? Потому что много вопросов, много сомнений, много разговоров Зачем? Пусть все уходит Он просто слушать не хочется, да, как тебя рука Я не тоже слушать не хочется Могут эти привлечь, в конце концов Зачем это нужно? А отъехавшего не могут привлечь? Нет, у человека нет проблем Это просто, знаешь, как бы лучше не светиться Понятно Ну, сама понимаешь Понятно, не быть на этой должности уже Поэтому ничего удивительного, что человек вахту отработал и уходит Причем я еще раз говорю, что люди эти, люди не случайные в бизнесе Они понимают дорожный бизнес Они нормально все соображают Но у них есть определенная задача, они решают, уезжают Вот А мы остаемся, да С чем? Ну, с чем? С чем мы остаемся? А вы видите человека, который сейчас способен взять всех абсолютно, там, все структуры, которые отвечают за благоустройство, очистку, там, тротуаров Всего остального, вот так вот, в ежовые рукавицы, так, чтобы мы до зимы-то не погрязли в сугробах, до весны Нет, ну что значит, видишь ты такого человека? Кто будет этим заниматься? Если человек, которого назначают главой администрации, не может организовать нормальную работу администрации, он должен уходить Подождите, он может как раз может, мы же не знаем, почему Лунёв ушел То есть это официальная версия, что Лунёв ушел по собственному желанию Может его Илья Вячеславович попросил Да дело не в том, что Илья Вячеславович попросил Потому что нашел хорошего человека на его место Не знаю Подождите, после Нового года представят Что значит надолго ли? У Илья Вячеславовича большие планы, он в этой студии их озвучивал Понятно, да, город-сад будет через пять лет Я думаю, что мы в следующем году уже с ним тоже расстанемся Потому что уже накапливается вот этот негативный бэкграунд у человека Ему надо сваливать, пока он не превратился во что-то еще другое Вот что я имею в виду Вот ничего себе прогнозы от Николая Куликова Ну, я считаю, что ему просто пора Так, город-сад, ладно, у нас не так много времени остается Видели ли вы пост Антона Касанова по поводу того, что Киров теряет Теряет знаковые исторические дома И к 650-летнему юбилею может вообще без них остаться Достаточно грустный пост И я слушателям сразу нашему, как бы, хочу сказать Что помимо этого можно еще послушать замечательную программу Жорсовет на девятке Где Антон позавчера, по-моему, дискутировал с депутатом Кировской городской думы Владимиром Журавлевым Собственно говоря, предметом дискуссии был дизайн-код На разработку которого депутаты в следующем году Депутаты городские отказались уделять деньги Направив их на благое дело, на ремонт окон в школах И Антон в упрек, собственно, городской думе этот факт ставит Говоря о том, что без дизайн-кода у нас будут связаны руки, если я верно понимаю То есть мы теряем наше историческое наследие, оно умирает, денег на него нет Та же самая приказная изба, дом Аверкия Перминова, дом Чарушина, дом Синиловых, китайский домик Тут много перечисляет, собственно говоря, объектов, Антон И я с ним в этом смысле согласна В каком смысле ты с ним согласна? Я согласна с тем, что город их теряет, эти дома Город их теряет, это бесспорно Вопрос такой, при чем эти дизайн-коды? Эти здания находятся на непрохожих улицах В них не располагаются коммерческие структуры Подождите, дизайн-код для всего города планировалось принять? Я понимаю, да Но дело в том, что дизайн-код актуален для улиц, для проезжих Речь идет о том, как нам сделать улицу Ленина Убрать с нее Нет, с Ленина все будет хорошо Для Ленина разработаны документы Но эти здания, они разрушаются Дизайн-код их никак не изменит Но их же можно было бы вписать в историческую среду Их можно и так вписать в историческую среду Для этого никакой дизайн-код не нужен Я понимаю, когда речь идет о красивых Вы против дизайн-кода? Я не против дизайн-кода Я не считаю, что это очень актуальная задача Если речь идет о сохранении памятников истории То вот эти две вещи в одну кучку я бы стволить не стал Да простит меня Антон Касанов, которому, вероятно, это кажется одной и той же проблемой Когда здание расположено на улице Ленина, историческое И оно обезображено, скажем так, да Вот какими-то рекламными вывесками Какими-то там светящимися вещами и прочими-прочими Это больно смотреть, я согласен Но когда здание стоит, извините, на непрохожей улице Оно никем не используется, оно никем не осваивается Просто разрушается Причем здесь, извините, дизайн-код За счет средств дизайн-кода это здание не отремонтируешь, понимаешь? За счет этой идеи не отремонтируешь Есть программы определенные, федеральные, о которых мы здесь неоднократно говорили В том числе с гостями из нашего управления по охране памятников архитектуры Подождите, аренда за рубль это не федеральная программа То, о чем мы говорили как-то в развороте на бизнес И бизнес не готов брать исторические здания полуразрушенные и содержать их Потому что это невыгодно Понимаешь, вот как же, есть же опыт, когда бизнес все-таки это делает Ну вот я знаю, что этот опыт есть в Томске Это в Кирове такой опыт есть Вот мы сейчас восстановили это здание прекрасное, где сейчас располагается адрес счастья Это сделал бизнес или кто? Ну да, бизнес, да Это сделал бизнес Но это очень такое симпатичное место, я бы сказала Симпатичное место И, наверное, проходное Да, вот сейчас, скажем, опять же, здание бывшего нашего завода физприбор Тоже бизнес восстанавливает после пожара Никто либо еще, ни город, ни... Очень долго, к сожалению, восстанавливает И пока непонятно, что получится в итоге Процесс затратный, но дело идет Вот этим летом они довольно далеко продвинулись Насколько я понимаю, в строительстве То есть это же там в основном такие вещи-то связанные со всевозможными перекрытиями И прочими вещами такими тонкими Вот, то есть бизнес вообще за это берется Вспомните здание архиерейского дома, где много лет был наш дворец пионеров Кто его привел в порядок? Его привел в порядок бизнес Да, компания «Глобус», по-моему Да, там офис компании «Глобус» Конкретно компания «Глобус» То есть такие примеры есть Другое дело, что мы опять же возвращаемся к чему Если компания хочет сделать для города благое дело И восстановить какой-либо памятник Причем это огромные затраты Да На все проекты, на все согласования Потому что это памятник Просто там ремонтом поклеить обои И за штукатурой стены не обойдется Это невозможно Там сначала согласовывать надо Тебе не разрешат ничего сделать, пока ты все это не согласуешь Это очень дорого Это очень дорого и в плане подготовки И в плане самой реализации ремонта Перерыв? Перерыв Хорошо Особое мнение на 101FM В студии нашей Николай Голиков Главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Сегодня так мы представляем Николая И мы продолжаем Еще раз добрый день Мы как раз остановились на том Почему бизнес не берет исторические здания Для того, чтобы их привести в порядок Отремонтировать Потому что понятно, что с точки зрения экономики Это совершенно беспонтовое дело Бизнесу вкладывать огромные деньги в ремонт здания Которые даже если он будет использовать Для своего офиса Или сдавать его в аренду Они отобьются через много-много десятилетий Да, они не отобьются, говорил бизнес Через много-много десятилетий Скажем так Вот я что имею ввиду То есть по-русски никогда Эта экономика должна быть экономной В этом смысле Да, безусловно Любой человек Люди говорили Нам проще построить новое Конечно, безусловно проще Его можно сделать уютнее Шире и просторнее Да, не таким, конечно, красивым Но Если город действительно И область действительно Заинтересованы в том Чтобы это достояние сохранялось То здесь возможен только один вариант Бизнесу предлагают взять это здание Чтобы он потратил деньги Прошел все процедуры согласований Сделал вот этот вот ремонт Но за это он должен тоже что-то получить Понимаешь? И я думаю, что и области У города есть достаточно всего Монтных активов Которые могут подвинуть Строительные компании Можно выделить участок Слушайте Застройки или что-то еще Без встречного движения Это не сдвинется никогда Я вот понимаю А ждать федеральных денег А нет, это бессмысленно Но у меня есть ощущение Что ни власти, ни бизнес В этот процесс не впишутся Потому что Ситуация, когда Бизнес что-то делает А потом за это что-то получает Она чревата тем Что можно библиотекарем Оказаться где-нибудь Нет Здесь это все делается нормально Вполне Потому что взять тоже систему С обманутыми дольщиками Есть механизм Когда достраивает фирма Здание брошенное За это ей дают Извелийный участок Это был принят закон областной Понимаешь? Это все То есть это возможно Это все возможно Все решаемо Если это не делать Извините В отеле Плаца На 20 этаже А делать вот здесь И делать это публично Мы не знаем на самом деле Что там было в отеле Плаца Мы тоже не знаем Но ты как раз вспомнила Про библиотекаря Поэтому вспомнил название отеля То есть вообще Это тот же вопрос О чем мы говорили Движение должно быть взаимным С двух сторон Если власть Бизнес использует Извините Как курицу И щиплет ее Пока та еще пищит То ничего Взамен от этой курицы Ждать не надо Яйца нанести уже Точно не будет Потому что она будет в шоке И у нее вся ее Мочеполовая система Извините Скокожица Станет бесплодной Хорошо Ваш прогноз К 650-летнему юбилею Который мы будем отмечать Через Четыре Через пять лет Через пять лет Эта ситуация Разрешится или нет? Нет Она полностью не разрешится Но я надеюсь Что определенное движение начнется Хотя вот понимаешь Даже когда речь идет Не о таких объектах Как приказная изба Скажем А памятника Гораздо более позднего периода Которая просто связана Уже в жизни кировчан С очень Первый роддом Здание первого роддома Половина кировчан В этом Было два роддома Первый и второй Соответственно Половина кировчан Родилась в первом Вторая половина во втором Сколько лет первый роддом Не исполняет свои функции Закрыты Я не знаю Уже лет пять наверное И причем вот опять Мы входим в зиму То есть это было Еще при Никите Юрьевича Его закрыли Я сейчас не могу Или где-то на стыке Вот я помню Не год Больше 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 Уже не первая По-моему третья зима Уже Красивое старинное здание Когда это красивое старинное здание Входит в отопительный сезон На проезжей улице С отключенным отоплением То есть оно будет сейчас усилено С каждым годом Все быстрее и быстрее Разрушается Разрушается естественно Вопрос этот неоднократно ставился Чиновники на него давали Какие-то странные ответы Что мы сейчас его передадим Там из области в город А его передали Из области в область По-моему так и осталось В непонятном статусе С непонятным хозяином Обещали там сделать Какую-то детскую там Школу Потом что-то еще И вот за все это время Ни разу Здесь вот нет ничего страшного Это здание Не требует Таких вот Офигительных мер Там связанных Ну оно еще не в руинах Да оно не в руинах Не как фабрика Это раз да Оно построено не в 17 веке Скажем так Оно вообще памятник Гораздо более позднего периода И вот этот вопрос решить Вполне по силам Людей Которые взяли бы Это здание Козырное В центре города Повели бы его в порядок И запустили там Не знаю Офисный центр Не знаю Все что угодно Я думаю Здесь как раз проблем нет Потому что там нет Таких хлопот Вот как делали люди Этот адрес счастья И вот на это Мне просто поражает И когда говорят Что мы пытаемся Что-то сохранить То я всегда говорю Ребята Посмотрите на первый роддом Пока он будет В таком состоянии Я вам не поверю Ни одному вашему слову Вот Что-то как-то грусть-печаль Николай А что ж веселого Я просто мимо него Каждый день хожу Понятно Понимаешь И он постепенно Вот там уже Поджоги были Пожары были Территория запущенная Заброшенная Ее осваивают Вся возможная Подожительная личности И ничего хорошего Подростки С алкоголем Ну подростки Это не самое страшное Там еще эти Люди Которым холодно Ночевать на улице А я поняла Без определенных мест жительства Люди которые используют Это как Место Могут и костер развести Что им стоит Как место где можно Отдохнуть Переночевать Дальше что у нас По плану Есть еще у нас Темы Собственно говоря Городские темы Да Это история С предстоящим Повышением стоимости Проезда Анонсировала Региональная служба По тарифам Что стоимость Проезда вырастет Правда пока Нас перед Новым годом Видимо пожалели Да И не говорят Насколько Это может Каким будет рост Насколько процентов Насколько рублей Можно предполагать Рубль Два Три Четыре Ну пять Вряд ли Конечно Там есть По моему Определенные ограничения По процентам Боюсь соврать Насколько я помню Мы считали Здесь с ребятами Больше 25 рублей По моему Они не могут Сделать Не могут Сделать Хорошо И собственно говоря Вот движение Красивый Киров Представители Которые были В нашей студии Когда мы обсуждали Так называемую Транспортную реформу Которая заявлялась Но не состоялась В итоге Они говорят Что это следствие Как раз Отказа От транспортной реформы Они все такие интересные Наши активисты Вот Антон Касанов Считает Что дома Разрушаются Вследствие того Что не принимают Дизайн код Здесь говорят Что повышение Цены транспорта Возникло Антон Касанов Неправда Он считает Что принятие Дизайн кода Поспособствовало бы Их сохранение Он связывает Вещи Которые на самом деле Не связаны Эти вещи Из одной тематики Эти обе вещи Связаны с историческим Обликом города Решение одной Не помогает Все хорошо К транспорту То же самое И здесь Никто же не говорит Что нужна новая Транспортная схема Никто не спорит с этим Конечно нужна В том формате Как сейчас работает Общественный транспорт Он крайне неудобен А то что предлагалось Это удобно? То что предлагалось Вполне возможно Могло быть доработано С учетом каких-то местных реалий Где-то учечнино Где-то измерены Там на квартал На два маршрута Каких-то транспортных средств Могла быть проведена Нормальная работа С людьми Разъяснительная Которой не было вообще Потому что все думали Что это так Отменят 4 автобуса И сделают проезд 50 рублей с пересадками Вот все что знал народ Конечно все были против Это не доработки Это не говорит о том Что эта схема не нужна Но связывать Отсутствие этой схемы С повышением Стоимости проезда После трех лет Не повышение Этой стоимости Это абсурдно За это время Извини повысились Заработные платы С нового года Снова новый мрот вводится Это все предприятия Должны учитывать Они работают в белую Предприятие Которые работают у нас Они не могут Это не учитывать Повышается Извините Про бензин Можно я не буду с тобой говорить Ты автомобилист Ты прекрасно знаешь За три года Как повысилась стоимость бензина Тем более он у нас Один из самых дорогих В Приволжском федеральном округе Повышается Да я не знаю Все там Налогообложение усиливается Со всех сторон Жизнь дорожает Жизнь дорожает И три года Оставлять стоимость Проезда на данном уровне Когда дорожает все И вообще в конце концов Сейчас 20-й год А следующий 21-й Мы не можем до 21-го года Откладывать В 21-м году откладывать уже нельзя Там начнутся выборные годы Это будут проблемы Поэтому ничего неожиданно В том что стоимость проезда Повысится Там с 22 рублей До 25 Ничего не произойдет Но мы сейчас Николаем сразу же Да Даем Отмашку 25 рублей Это не та сумма Из-за которой стоит Нет Никит Подождите Не факт что 25 будет стоить Это не точная сумма Пожалуйста Связывать это С отсутствием там схемы Я бы не стал Во-вторых Ну что делать Это неизбежно Потому что на самом деле Если порыть Вот как работают Автопредприятия Даже в городе Кирове Да Даже в гор Я не говорю про область То по большому счету Вся та прибыль Которая она получает Это следствие Не тарифа Это следствие Скажем так Очень верного Введения хозяйства Скажем так Каких-то экономий На необычных местах То есть я в это углубляться не буду Я немножко изучал эту вещь Да и я не думаю Что руководители Автотранспорт Предприятия хотели бы Чтобы кто-то изучал Но вот это следствие Определенной изворотливости У руководителей Позволяет им иметь Умение лавировать Умение лавировать Между этим страшным Нашим законодательством И нуждами Так своих работников И затратами Поэтому говорить о том Что повышение тарифа Не нужно Это нет Им очень нужно Повышение тарифа Все равно Да Хорошо В таком случае У меня вопрос Вот какого свойства Николай А вот история С транспортной реформой И с тем Что все-таки Ну как бы не приняли ее Она имеет продолжение Не надо возвращаться Вы говорите что да Я думаю да Потому что все равно Менять схему транспортную В городе Кирове Необходимо Может быть даже брать выше То есть вообще Систему транспортную В области надо менять Вот По крайней мере Вариантов здесь пока много Но мы об этом говорим Что тоже все в теории Но Мы теряем Автотранспортное предприятие У нас извини В Вятских полянах Уже прошла забастовка Автотранспортных И представь Люди из 12 населенных пунктов Вятских полянах Это не маленькие населенные пункты Извини Там Сосновка Там Красная поляна Это большие населенные пункты Которые работают Которые на слуху Да Которые на слуху Которые работают Тоже недалеко Вроде бы В Вятских полянах Но там между ним речка Вот И извини Они просто не смогли Прийти на работу В Вятских полянах Очень много организаций И лишились в этот день Сотрудников День забастовки Потому что просто Краснополянская автоколонна Не вышла на линию Из-за того, что задержка Слушайте, это французская Какая-то забастовка Мы про это даже не знаем Они не вышли На один день на линию Они предъявили Свои требования Учредителю То есть администрации района Зарплату задержали За несколько месяцев Поэтому начали Вытлачивать зарплату И водители вернулись Сейчас аналогичная ситуация В городской Там автоколонне Там еще нет забастовки Но она вот-вот Наверняка тоже будет Потому что пример уже показан И такие вещи Банкротятся По-моему в Ружуме Сейчас не знаю Банкротятся автоколонны Хорошо У меня вот буквально Полчаса Полминуты Полминуты Да И вопрос такой тогда Повышение стоимости проезда Не скажется вообще На закрытии перевозчиков Или нет Потому что сейчас Вот по Кирову По крайней мере Можно судить Проехать вчетвером На такси Дешевле будет Чем проехать на автобусе Ни на чем Это повышение не скажется Ни на качестве обслуживания Ни на графике движения Ни на чем это повышение На пассажиропотоки На пассажиропотоки Оно тоже сильно не скажется Но если мы вчетвером Сядем на такси За 100 рублей И нас довезут Это хорошо Но если ты едешь один То сама понимаешь Нет смысла платить Попробуй найди тебе Трех спутников Благодарю Николая Голикова Главного редактора Журнала «Товар. Деньги. Товар» Программа «Особое мнение» На этом завершается Мы с Николаем прощаемся До свидания